Слава Украине! Привет всем от Полонского! Тут некоторые зрители, так сказать, просили рассказать, что происходит с Ираном и Израилем. Тоже болевая точка, мировая такая, да, но в каком там все состоянии. Значит, смотрите, я уже вам в течение нескольких роликов рассказывал о том, что большой войны на Ближнем Востоке не будет, Иран блефует. Ну, по крайней мере, я даю процентов 90 на это. Никакого огромного вот этого страшного, страшнючего удара по Израилю нет и не будет, и не предвидится. Что будет Иран делать? Да, он будет показывать свою мощь, он будет бряцать мускулами, вот так, как сейчас, возить в одно место там кучу артиллерии или кучу ракетных установок, рисовать мультфильмы в стиле вот этого вот российского Министерства обороны и подначивать своих подопечных из Хизбаллы, из Хамаса, с тем, чтобы они совершали теракты. Вот это он делать будет. Серьезный удар по Израилю не будет нанесен, это мое мнение. Ну, посмотрим, насколько оно осуществится. Пока что все, что я говорил, в этом плане оно полностью осуществлено. Значит, что в ближайшее время произойдет? Иран будет... А, во-первых, Иран сейчас заявил уже в международной переговорной группе, которая там его пытается каким-то образом приструнить и сказать ему, что, мол, давай не будем развязывать большой войны. Он им уже пообещал, по крайней мере, там до вечера четверга или до пятницы, не атаковать Израиля. В пятницу святой день, сами понимаете, тоже не будет. Короче, ну, я не ожидаю, что ни в четверг, ни в пятницу, что будет большая атака на Израиль. Но, вот эти вот небольшие атаки со стороны Хизбаллы либо Хамаса будут со стопроцентной уверенностью, можно говорить, продолжаться. Может, даже из Йемена будут пулять вот эти вот ненормальные хуситы, свои дроны или баллистику. Но это такое. Йемен-то вообще пустой, она очень далеко. И пока она все долетит, его все позбивают. Вот, что касается Ирана, что касается Хизбаллы и Хамаса, да, вот они уже несколько раз атаковали Израиль при помощи дронов. Довольно, я вам скажу, несколько раз довольно относительно успешно, потому что то дроны, то противоракеты, что ничуть не лучше, взрывались прямо на шоссе, это неприятно. Попадали в промышленное предприятие, это неприятно. То есть у Израиля нет сейчас возможности сбивать 100% все дроны, которые по ним летят. Вот, кстати, видите, они сейчас немножко не уверены в этом плане. И, кстати, видите, заявили нам устами своего посла, что патриоты нам сейчас передавать не будут, потому что они сами в подвешенном состоянии и не знают, что произойдет с Ираном. Ну, действительно, стопроцентной гарантии никто не может дать. Иранцы могут свихнуться в один момент и что-то там сделать. А эти, мол, дадут, как говорится, свои патриоты. Но посмотрим еще, посмотрим, все это может быть игрой. Да, так вот, Хамас и Хизбалла вполне себе могут позволить стрелять по Израилю без того, чтобы Иран оказался втянутым в эту всю катавасию. Также будут постоянно терзать Израиль терактами, внутренними терактами, которые совершают некоторая часть арабского населения. То есть, как выглядят, знаете, вообще, как выглядят там теракты? Вот, например, ты обычный араб, который там водитель грузовика или еще чего-нибудь, или работаешь продавцом в магазине, или как там их большинство их работает на стройке. К тебе приходят люди из Хамаса с ножами домой и подходят к твоим детям, говорят, мы им отрежем голову. Если ты не сделаешь то-то, то-то и то-то. Вот если он водитель грузовика, он знает, чем все закончится, но он садится на свой грузовик, потому что у его детей там стоят уже товарищи балаклава с ножами, и едет, совершает вот такой автомобильный теракт. Или если он просто какой-то работник, где-то там в пиццерии работает, еще что-нибудь, вот он берет нож и идет режет людей. Вот часть терактов совершается таким образом. Да, есть такие, кто совершают подобные теракты по зову сердца, что называется, да, но таких меньше. В основном все-таки варианты, когда людей запугивают, и они знают, что их обязательно застрелят, они идут и все равно делают то, что они делают. То есть тут все довольно сложно. Вот таких вот вариантов будет много. Такое в Иерусалиме, там в Иерусалиме, в Толиеве происходит очень часто, и будет происходить. Увы, и ах, с этим ничего вообще поделать нельзя. Вот такие вещи будут продолжаться. Но еще раз говорю, Ирану большая война сейчас невыгодна, ему сейчас нужно торговать нефтью, и ему нужно, чтобы на него не вешали новые санкции, а желательно поснимали старые санкции. Ему не нужно, чтобы Израиль за полчаса расколотил все его ядерные объекты и превратил в труху. Это все ему даром не нужно. Вот поэтому Иран не будет втягиваться ни в какие большие конфликты. Единственное, что вот у Ирана возможно, это, ну тут опять трудно сказать, он сейчас сильно, вот это тоже цирк немножко, он сейчас сильно поддерживает Армению, это другой совершенно мармезонский балет, Армения и Азербайджан. Так вот Иран традиционно поддерживает Армению против Азербайджана. Тоже такой момент. Ну вот, вот почему, потому что большая часть, не большая, но большая часть населения Ирана, это азербайджанцы, и они постоянно боятся, что эти азербайджанцы посмотрят в сторону Азербайджана, скажут, знаете, что мы хотим, не хотим жить в Иране, мы хотим жить в нашем любимом Азербайджане. Вот, и поэтому Иран традиционно поддерживает Армению. Кстати, фамилия президента иранского заметили какая, да? Армянская. Вот так вот. Как он там, Шизикиян или как-то типа этого. Ну, не персидская фамилия, нет. Да, так вот, там что-то возможно, но тоже большой войны не будет. Иран будет традиционно противиться тому, чтобы Азербайджан, значит, пробивал коридор к Нахичеване. Потому что многие сказали, что он, мол, плюнет на это дело и поддержит Азербайджан. Он никогда в жизни не поддержит, потому что 30 или 40 миллионов азербайджанцев, которые живут в Иране, будут очень рады иметь общую, знаете, границу уже с цельным государством Азербайджан. Вот, поэтому такое. Но это отвлечение. Вот, если мы возвращаемся к рабо-израильскому конфликту, в данном случае уже не, а это персы. Иран это персы. Вот, тут никакой остроты не намечается. Еще один момент касательно талибов. Это цирк. Талибы традиционно очень любят, в кавычках, Иран и шиитов. Да, это же суниты. Вот, и, значит, есть заявление группы талибов, довольно серьезное, в том, что вот этого Исмаила Ханию завалили сами иранцы, иранские спецслужбы его убили. Вот, и талибы говорят, что вот обвиняют, напрямую в лоб обвиняют иранцев в убийстве Хании. Ну, знаете, я склонен частично доверять здесь талибам. Я вам скажу, что Хания был вор. Вор, он украл больше миллиарда долларов из тех денег, которые давали в газу на то, чтобы улучшить инфраструктуру, образование, медицину и так далее. Этот чудик просто воровал все себе в стиле Ясера Арафата, да, незабвенного. Вот, так вот, афганские талибов, да, ссылочку на то, что, на слова талибов, внизу в описании к данному ролику, можете перейти посмотреть. Да, то есть, то, что они говорят, что вполне возможно, что это иранцы замочили этого лидера Хамаса. Ну, я вам скажу, что все может быть. Опять-таки, он для них иноверится, он же суннит, они шииты, и никаких обязательств перед ним у них нет. Более того, еще и ворюга такой, то есть, ну, вот скажем так, в этой ситуации я склонен частично верить талибам. Вот так вот, друзья мои, то есть там все, восток, дело тонкое, там все очень сложно. Но еще раз повторюсь, с моей точки зрения, с непросвещенной, большой войны там сейчас не будет.